мы должны использовать все достижения нашей цивилизации чтобы справиться с задачей поэтому даже использовать психофармакологию то есть медикаменты которые помогают создать новое поведение данном случае очень просто часто так бывает что за перееданием за зависимостью от психические расстройства чаще всего это наверное ну если мы уберем просто в эту булимию анорексию которые чисто на тревоге скорее завязаны или на обсессивно-компульсивном чаще всего это тревожная депрессия к человек в тревоге находится и в депрессии одновременно и в качестве антидепрессант он использует пищу которая внушает покой заглушает эти негативные эмоции поэтому в далеко запущенных далеко за сочных случаях а я бы даже расширил до средних случаев некоторых легких случаях можно использовать психофармакологию какие медикаменты можно использовать а пункт 1 значит смотрите надо использовать антидепрессанты которые не дают прибавку в весе самым подавляющим аппетит антидепрессантам ну из тех простых которые вы действительно можете достать которые рецепт вам может выписать даже но не психиатр это конечно локсетин у меня наиболее такой сильное подавляющие свойства на аппетит если использовать его для снижения аппетита то использовать его в дозировке от 40 миллиграмм пару приемов пищи за пару-тройку приемов можно дойти до 60 80 80 это предел по флоксетину за сутки три раза в день по 20 миллиграмм в итоге можно принимать чтобы снижать аппетит но при этом я еще раз говорю то что я говорю это у вас должны быть показания к приему этих препаратов то есть я не даю сейчас он лечебного совета не призываю к действию то что я сейчас говорю надо проверить психиатром идеале это эти препараты вы выписывать психиатр по показаниям я просто знаю их свойства которые могут помочь с флоксетином подавление аппетита дает серотониновый эффект у него есть наступает он примерно через две-три недели то на потерпеть подождать но в принципе подавление аппетита одно из таких наиболее быстрых результатов но это флоксетин и последующие препараты это сертралин пароксетин и флоксамин они тоже из этой группы но у них слабее подавление аппетита и от некоторых даже может идти прибавка они усиливают аппетит поэтому будет прибавка весь поэтому это на осмотреть по идее над проверять все препараты на каждом человеке отдельно подбирать каждый если мы смотрим психофармакологию то это единственный способ потому что не всегда можно предсказать как на этого человека будет действовать конкретно медикаменты вот серотониновой вот этими антидепрессантами это как раз тот самый случай но мы знаем что флоксетин больше всех подавляет аппетит из этой группы если вам не подходит вот эта группа серотонинное обратного захвата до антидепрессант это можно использовать и серотонин и обратного захвата и нор адреналина обратного захвата это есть такие препараты как венулофоксин например наиболее частые сильные сильные из этой группы и наверное еще мил на цепрам да вот это все в принципе сейчас больше другие голову не приходит вот но у них чуть больше противопоказания в обычных эффектах будет прибавка весь поэтому опять может быть я рассказываю лишнее потому что когда мы на этапе подбора медикаментов с каждым отдельно смотреть но за флоксетин вручаюсь точно что он снижает чувство аппетита дальше если у тебя серотониновой группы препараты которые точно снижают чувство аппетита увеличивают концентрацию увеличивают ну как и жиросжигания в тоже тоже в том же уже время увеличивает это препараты обратного захвата норадреналина и допамина в россии не такой большой выбор из этих препарат это например атом оксетин это препарат обратного ингибитор обратного захвата норадреналина от он не вызывает прибавки в весе он улучшает вашу концентрацию с помощью него мы часто используем его используем чтобы человека отвести от зависимости от кофе у него дозировка гибкая от 15 миллиграмм до 100 сутки за один прием вот он ну как как он действует как кофе по сути просто немножко более такой мягкий и растянутой на все протяжение суток эффект чем он еще примечательный его используют по идее для дефицитов для расстройства дефицита внимания поэтому он улучшает вашу концентрацию вы собираетесь с мыслями уходит за одним если тревоги вам легче работать вот это атом оксетин если вы не живете в россии то у вас хохого выбора много а пункт 1 это бупропион ингибитора обратного захвата норадреналина допамина дальше это препараты типа мода фенил он же риталин он же одерал и что у нас еще там есть в принципе то и все в россии эти препараты запрещены потому что они чуть посильнее и они по структуре схожи с этими с амфетаминами а у нас за это борется у нас даже если вы закажете из-за границы нормальный лекарственный препарат вот же бупропион виде лантрила то вам пришлют срок за то что ввезли в страну наркотическое вещество при том что он не является наркотиком и зависимость от него даже меньше чем кофе это официальные данные вот то есть вы используете серотонина и норадреналина допамина ингибиторы обратного захвата вот эти препараты зачем они нужны собственно а если мы имеем ситуацию когда у человека тревожная депрессия на и заедает антидепрессант убирают тревогу пропадает триггер к перееданию и поддавливается пики вот это самое интересное в этом также когда вы выводите из рациона все эти свои сахара все эти углеводы на которых торчали раньше эти медикаменты они сглаживают вот этот синдром отмен потому что у вас не будет энергии вы будете так вот из рук все ввали лица будет раздражительность вас будет бесить все то что вы раньше заедали а сейчас перестали заедать работа там семья друзья все что хотите вас это будет бесить и чтобы это меньше всего вас отвлекало действовал на нервы вы используете эти медикаменты ну что они увеличат концентрацию немножко такого бодрячка дают энергию дают и вперед вы действуете продолжительность приема этих медикаментов от 3 до 6 месяцев обычно иногда дольше зависит от того насколько удачно вам дается выйти из этой проблемы если вы из проблемы вышли создали новую личность то вам уже эти таблетки все шайбы не нужно а если находитесь под постоянным давлением стресс то иногда мы эти медикаменты надолго даем вот что еще бы я посоветовал можно использовать из препаратов которые помогут вам это из группы гамма-аминомасляной кислоты это и не будет леви тироцетам габапентин ну можно и при габарин вам посоветовать но его только по показаниям выпишут на особом рецепте потому что он тоже введен в пиццах запрещенных средств в этой замечательной стране эти препараты которые назвал и не будут лево тироцетам габапентин их нужно использовать те моменты когда прошла стимуляция от кофе например прошла стимуляция или от вашей сигареты пришла стимуляция или от антидепрессанта пришла стимуляция и вы начинаете потихонечку уходить так ну ну как вам сказать был бодрячок а тут все отменяется и немножко настроение портится вот их в этот момент можно использовать какие кому конкретно ну я не буду уже так вдаваться в подробности потому что их немножко уже вышел за пределы своей компетенции начиная уже раздавать советы которые могут быть и трактованы превратно и могут быть использованы так что кто-то себе навредит и я не хочу чтобы это было поэтому подбор конкретного препарата вы сделаете с психотерапевтом психиатром ну я тоже в пистике препарат уж мне рецепты есть сна понимать показания и кому когда нужно я скажу что и такие случаи как без этих дополнительных препаратов не выйдет человек настолько глубоко по гряз в этой штуке и синдром отмены будет настолько сильный что без шайбы не помочь вопроса свалится в отвратительную дисфорию то есть плохое настроение у нее будет и скажет пошло ну все это тостение он скажет должны понимать что эти моменты захватывает его эта программа старая которая доминировала в этом пищевом поведении и она подчинит его волю пошлет все к черту и снова будет воспроизвить это токсичное пищевое поведение по перееданию вот этой промышленной пищи которая заставляет человека передать больше 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 и сам по себе вызывает зависимость от таких случаях надо использовать всю артиллерию обучилку помочь выбраться ну а там уж нашей стороны вся поддержка те медикаменты все методики а с вашей стороны способность это применить уж и бывают случаи когда как говорится хоть кол на голове затиши отчет не делать я знаю такие моменты когда приходит на консультацию все знания дал время провел поддержку указал медикамент написал у него отлегло и он ничего не делает ждет все момента может быть когда станет хуже но ему вот мысль его гореть что но я же сходил на прием мне доктор все объяснил вот дал алгоритм на штука я попозже делать это все еще погрешу от недель и это все превращается начну с понедельника начнут понедельника начнут понедельника и так далее так далее так вот так не надо вот это обидно всем от этого бездействия пустую потраченное время то что вы получаете от доктора энергию знания практику медикаменты методики должно приносить результат иначе зачем все это ну хорошо я уже и будет так много времени взял два часа два часа тему рассказывал ну круто поставить в чате есть вообще кто-либо а темы в принципе доложил полностью я надеюсь я не надеюсь я верю я знаю я вижу я делаю что этот стрим для кого-то будет таким мощным хорошим положительным пинком потому чтобы что-то сделать со своей жизнью для этого собственно и задумывался что я собираюсь Продолжение следует...